Александр Лукашенко 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 Поэтому наша приоритетная задача состоит в выработке коллективных мер защиты от внешних шоков и нелегитимного давления, а также в обеспечении стабильности роста наших экономик. Призыв устранять барьеры на пространстве Содружества звучал на встрече премьер-министров стран СНГ с президентом Казахстана. Важно развивать и логистику, речь о транскаспийском международном транспортом маршруте. Благодаря ему страны СНГ смогут эффективно продавать свои товары по направлению север-юг с выходом на Иран, Индию и Персидский залив. Уже в широком формате решили, что подготовку соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях должны завершить в этом году. Ведь речь о защите прав инвесторов и интересах государств в формировании благоприятного бизнес-климата. Внимание и к гуманитарному сотрудничеству. Договорили, что вторые игры стран СНГ в следующем году пройдут в Беларуси, показав сплоченность Содружества. Опыт у нас достаточно серьезный. Готовность инфраструктуры, причем инфраструктура не только будет задействована спортивная города Минска, но и всех других регионов в девяти местах. Это не только областные центры и туристический потенциал нашей страны. Он будет раскрыт во время проведения предварительно 21 вид спорта. Эти игры открыты. Есть желание Монголии и Кубы тоже прислать свои команды. Столь представительный форум – хорошая возможность проконтролировать выполнение поручений глав государств. Несколько недель назад с визитом в Казахстане был Александр Лукашенко. Реализация достигнутых договоренностей возложена на правительство. Ставка на промкооперацию подтвердили стороны позицию на встрече двух премьеров. Уже реализовано семь совместных проектов на 100 миллионов долларов с созданием полутора тысяч рабочих мест. В разработке еще несколько проектов. В этом году начнут строить в Казахстане молочно-товарную ферму. От нас технологии, материалы, оборудование, поставки скота. Появится и совместное производство керамической плитки. В Казахстане много ископаемых. У Беларуси специалисты. И базой станет наше предприятие. А еще вскоре в Минске возведут казахстанский квартал. А в Астане – белорусский. Что касается следующего совета глав правительства СНГ, его по последней информации проведут в июне в Сочи. Мнение каждого важно. В Беларуси продолжается общественное обсуждение проекта закона о Всебелорусском народном собрании. На диалоговых площадках говорят и о поправках в избирательный кодекс. Все изменения должны быть по воле народа. Это главный принцип. И потому депутаты идут к людям. Утро для сотрудников гор Ремавтодора началось именно с обсуждения главной повестки страны. Беседа получилась камерной. На встрече с гостями руководители различных звеньев, чья задача – разобраться и донести информацию до своих подчиненных. Важен диалог. И потому каждый вопрос готовы разбирать детально. Не было ни одного человека с безразличными глазами. Все хотели задать вопрос и об экономической выгоде, и о том, что народ беспокоится, как он будет жить в дальнейшем, как руководить страной. Очень приятно. Такие встречи позволяют увидеть и насущная проблема отдельного района или целого региона. Но вместе с текущими вопросами от населения ждут конструктивных предложений. Ведь, как это было с поправками в Конституцию, их учтут. Встречи с населением продолжатся по 2 ноября. Законопроект о Всебелорусском народном собрании должны принять до весны. Как, правда, отличить от дезинформации? Зачем иностранные СМИ все чаще используют фейки при подготовке материалов о Беларуси? В Минске на форуме молодых журналистов обсуждают современное информационное поле. Выступают эксперты ведущих республиканских масс-медиа. Тематика – традиционная и новая форма работы. Прежде всего стандарты, которые предусматривают объективность. Говорят и о развитии региональной журналистики. В новостях отдельного города, которые для местных жителей не менее важны, чем новости республиканские. Молодых журналистов нужно научить, в первую очередь, оставаться журналистами в эпоху постправды, в эпоху фейков, в эпоху соблазнов. Делать какой-то кричащий заголовок, который не соответствует действительности. И быстро на этом хайпануть. Все-таки придерживаться стандартов. Мастер-класс от экспертов и медиа-менеджеров. Возможность для журналистов из регионов вырасти, сделать имя, поднять уровень своего издания. Надо создавать условия, во-первых, для молодых. А во-вторых, заинтересовывать, что они не просто получат от этой работы, а чему они научатся, где они смогут себя проявить. Ведь самая главная проблема в том, что мы зачастую не можем предоставить возможность реализовать себя. Вот если мы с этой проблемой справимся, то, поверьте мне, всегда найдутся желающие. При этом важно быть заметными, в том числе и в интернете, ведь именно там сейчас идет основная информация. А вот сколько светит новому британскому премьеру о сроках не в том смысле, в каком вы могли подумать, а в качестве главы правительства. И почему у Франции и Германии не заладилось о причинах раздора. Эти и другие международные темы сегодня вечером, сразу после новостей. Лавров за гранью. Приветствую и поздравляю с тем, что кругом не только лишь осень, но и пятница. Повод бы был, а сегодня он есть. Вот взять хотя бы бывшую премьер-шу в Великобритании Ли Страс. И вот за это вот все ей еще и пособие оказалось положено. И теперь сильно переживаем уже за другого премьера первого индийца на этом посту Риши Сунака. И, кстати, еще новость про повод. Так сказать, последнее на пасашок. Тут Шольц с Макроном поругались. Пойду погляжу. Клятва на верность и преданность Родине. Первокурсники лицея МВД дали свое первое торжественное обещание. Глянусь беспрекословно выполнять устав лицея, а также указания командиров и преподавателей. Ритуал на плацу «Альма-Матер». Ребята дали слово соблюдать законы, выполнять устав и помогать товарищам. Гордое звание лицеистов будут носить еще 70 человек. Сюда они пришли сразу в восьмой класс. Поддержать будущих офицеров пришли близкие люди и старшие коллеги по службе. Церемонию завершило выступление барабанщиков. Немного волнуюсь, но все хорошо. Я еще с четвертого класса хотел поступить в лицей. Потому что вначале мне родители рассказали, а потом нам в школе предложил майор. Мне нравятся все погоны, фуражки. Это будущее офицеры, это будущее нашей страны. И мы очень рады тому, что сегодня собралось столько людей поздравить ребят и поучаствовать с нами в этом важном торжественном событии. От лица Министерства внутренних дел хочу поздравить всех, кто сегодня принес торжественное обещание и стал по-настоящему лицеистом. По традиции присутствующих благословил на добрые дела настоятель храма Архангела Михаила. После торжественного обряда лицеисты возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам МВД. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...